Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации проходит в здании посольства России в Абхазии. Избирательный участок открылся ровно в 8 утра. Явка избирателей активная. Выстраиваются большие очереди. Перед входом в здание посольства всем раздают защитные маски и обрабатывают руки антисептиком. Тем, кто стоит в очередях, раздают питьевую воду. Процесс голосования проходит организованно и слаженно. Открыты семь окошек, где специалисты обрабатывают данные избирателей. Затем ему выдают бюллетень, где содержится один вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? У избирателей есть два варианта ответа – да или нет. Каждому избирателю выдают одноразовые ручки. Для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Абхазию доставлено более 10 тысяч бюллетеней. Списки избирателей формировались на месте. Участники голосования отмечали, что сегодняшний день очень важный и значимый. Поэтому они пришли исполнить свой гражданский долг. Для меня это важно тем, что я за то, чтобы территория Российской Федерации была неделима. И потом для нас, пенсионера, очень важно то, что будет ежегодная индексация пенсии проводиться. Конституцию надо и вводить, и менять, и чтобы люди хотя бы читали, что это. Они просто так пришли и поставили галочку. Я надеюсь, что пенсия будет индексирована, животных будут защищать, как тут там говорится. Потом прекратят бандитские рубки в лесу. На избирательном участке голосование проходило без каких-либо осложнений. В первой половине дня нарушений жалоб выявлено не было. Пока никаких жалоб к нам не поступало. Порядок мы признательный сотрудникам правоохранительных органов Абхазии, которые нас поддерживают. Видите, сколько здесь милиции и СО, все как бы стараются. Некоторые люди отказываются одевать маски, ссылаются на жару. Мы никого не принуждаем, это личное дело каждого. При этом на входе всем обрабатываем руки, выдаем маски. В голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли участие граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Абхазии. Настроение бодрое. Мы рады за то, что голосуем в Российской Федерации, за Российскую Федерацию, за Конституцию. Это делается все для народа. Так что мы даем свои согласия и пришли поддержать и правительство России. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации изначально было назначено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса его перенесли на 1 июля. Стоит отметить, что граждане России имели возможность проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня. Сделать это можно было как на избирательных участках, так и дистанционно, то есть электронным путем. В Абхазии по вопросу одобрения изменений в Конституцию России досрочно проголосовали военнослужащие Российской военной базы и сотрудники МВД.